Приветствую вас! Прочитал вам вопрос, который вы задаете. И, значит, ну, во-первых, давайте определим с вами сразу несколько важных моментов. Первый момент касается того факта, что вы лишаете своего мужа некого комфортного состояния, когда хотите быть с ним. То есть необходимо понимать, что своим поведением, своим, ну, вот, как раз, своей моделью активности, вы лишаете своего мужа чего-то такого, что ему очень необходимо. Вот прямо очень-очень-очень необходимо. Вы, как бы, не даете этого своему мужу. И из-за этого он бешится. Нужно понять, чего вы его лишаете. Нужно понять, какие негативные изменения происходят, когда вы вызываете у него раздражение, какие негативные изменения с ним происходят, какие негативные изменения происходят, ну, с сознанием мужчины, да, вот, дабы учиться ему это давать. Дабы учиться, пытаться помогать ему получить то, что он хочет. Это первое. Второе. Второе заключается в том, что вы сами создаете для своего мужчины некие условия, в которых он чувствует себя неуютно, некомфортно. и если эти условия вами были созданы как-то вот специально, и он знает об этом, знает о том, что вы специально создали для него эти условия, то вы специально их генерируете. Если мужчина об этом знает, то тогда нужно вам ограничить себя в этом поведении. то есть, грубо говоря, уважать его личные границы. Далее. Вы говорите, что вы очень хотите быть сын. Почему? Чем обусловлено ваше желание? Чем обусловлено ваше стремление быть с ним? Очень, как вы говорите, сильно вы хотите этого. Почему вы этого хотите? Почему вы этого хотите? Для чего вы этого хотите? Чем обусловлено, еще раз повторю, ваше это желание? И насколько вы его, это свое желание, готовы удовлетворять, значит, через своего мужа. Чем обусловлено это? Насколько вы готовы? И, значит, почему вы готовы? То есть, почему вы готовы удовлетворять свои желания, значит, через своего мужа. Чем обусловлено это? И так далее. вот это, пожалуй, тоже такой очень важный момент, потому что, если вы не будете для себя этот момент выявлять, если вы не будете для себя этот момент определять, то вашему мужчине будет, ну, очень сложно, очень тяжело с вами сосуществовать, потому что вы, получается, его границы-то, ну, вы его границы-то не очень уважаете, а их необходимо уважать, если вы хотите, чтобы между вами и вашим мужем все было в порядке, если вы хотите, чтобы между вами и вашим мужем все было нормально, то есть для этого вот необходимо вам как раз таки сделать так, чтобы мужчина был, ну, чтобы мужчина был, ну, скажем так, доволен, он был доволен тем, как вы себя ведете. Важно, то бишь, чтобы ему было комфортно. Вот это вот, пожалуй, такой момент. И если вы его комфортом, да, если вы его комфортом, вот, не озаботились, если вы не волнуетесь о том, будет ли мужчине хорошо с вами, если вы волнуетесь только, только о себе, то это, к сожалению, являясь эгоизмом, не может мужчину не настраивать против вас. К сожалению, вот никак, да, никак это не может не настраивать против вас. Поэтому, я здесь рекомендовал бы вам подумать именно над тем, чем продиктовано ваше поведение. То есть, постараться подумать на эту тему, постараться выявить ее, постараться как следует обдумать ее, то есть, постараться понять, с чем связано такое ваше поведение, да, вот, и больше думать может быть именно о своем музе, больше думать именно о музе, а не о себе. Вот как это вы делаете, да, пока что вы думаете пока о себе, в основном вы говорите я хочу, вы говорите я хочу быть с ним, я хочу быть вот со своим музеем, я хочу, хочу ну, как бы находиться с ним. при этом вам, ну, вас, при этом мало волнует, очевидно, то, как вы воспринимаетесь с ним. Вас мало волнует, как вы вообще видите с ним. И вот это-то и является самым скверным в данной ситуации. и я так полагаю, что именно этот момент вашего мужа и больше всего напрягает. Я полагаю, что именно этот момент больше всего вашего мужа расстраивает. То, что вы о нем не думаете по его мнению. Вот. Поэтому вам я рекомендую больше думать о нем, значит, и одновременно с этим постараться потом готовым. Вот для чего же вы все-таки хотите с ним быть, зачем вам это, и так далее. Это вот очень такой важный момент, который, ну, необходим для того, чтобы для того, чтобы у вас в семье все было более-менее нормально. Да? на этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!